За прошлый год товарооборот Кубани с Германией превысил 300 миллионов долларов. Особое внимание в отношениях уделяется экспортному потенциалу. Сейчас на немецкий рынок готовятся поставки кубанского вина. Мы планируем уже осуществлять поставки вина, которое произведено в Краснодарском крае. Это российское вино на немецкий рынок. И, конечно, здесь мы максимально сегодня стараемся ускорить этот процесс. И, безусловно, я считаю, что требования Германии к тому, чтобы вино было качественное, абсолютно нами принимается. Потому что мы тоже хотим, чтобы вино, которое поставляется на российский рынок сегодня, из других стран тоже было качественным. Мы максимально согласны с теми требованиями, которые проявляет немецкая сторона к российскому вину. Но, тем не менее, если вдруг будут определенные у нас какие-либо проволочки, связанные с бюрократическими механизмами, я прошу господина посла помочь нам, чтобы мы все-таки избежали вот этих бюрократических каких-то либо казуистики и смогли, на самом деле, поставлять качественное кубанское вино, российское вино на немецкий рынок. Что касается экспорта винодельческой продукции, это, безусловно, очень интересная тема. И в Германии она притянет к себе большое внимание, потому что у нас очень высокий уровень потребления вина. И, конечно, люди, ценители этого напитка заинтересованы в том, чтобы потреблять качественную продукцию, не только немецкое вино, но и из других стран. Убедиться в качестве кубанского вина посол Германии в России Рюдегер фон Фрич смог лично, посетив несколько краевых виноделин. Тесное сотрудничество между Краснодарским краем и Германией уже налажено в медицинской сфере и промышленности. Один из крупнейших мировых производителей сельхозтехники компания «Класс» локализовала выпуск зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. Подобный подход можно применить и к производству строительных материалов, отметил Вениамин Кондратьев. Кубань занимает второе место в России по количеству жилья, которое строится. И мы бы хотели, конечно, чтобы и материал, из которого сегодня возводятся строительные объекты, в том числе жилые дома и архитектурные формы, были современными, качественными и комфортными. Поэтому я думаю, что все-таки может пойти по пути создания совместных предприятий в строительной сфере между строительным Краснодарского края и немецким бизнесом. Я думаю, что от этого мы вместе только выиграем. Также в ходе встречи губернатор и посол Германии в России обсудили взаимодействие в курортной отрасли. В прошлом году край посетили почти 7,5 тысяч немецких туристов. Развитие больного лечения в регионе может привлечь еще больше людей, отметил Рюдегер фон Фрич. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.